Девушки отдыхают Проекта «Геном человека» в 2001 году прошло уже 9 лет. Этот проект должен был вывести науку на совершенно новый уровень и решить многие из проблем, стоящих сегодня перед человечеством. Мы решили разобраться, какие возможности открыло перед нами это достижение, и для этого обратились за помощью к Павлу Леонидовичу Иванову, признанному во всем мире специалисту в области генетических технологий. Именно он занимался в начале 90-х годов молекулярно-генетической экспертизой и останков последнего русского императора Николая II. Профессор Иванов согласился нам рассказать о невероятных достижениях современной науки о генах. Благодаря ему мы узнаем, возможно ли с помощью генетики изменить направление эволюции, выяснить, кем были наши предки, раскрыть преступления или найти противоядие самым опасным болезням. Кембридж, штат Массачусетс. Один из крупнейших научных центров США, а значит и всего мира. Здесь расположены самые престижные университеты Америки – Гарвард и MIT. Именно сюда стремятся попасть студенты и ученые со всего мира. Сегодня, 27 апреля 2010 года, здесь проходит необычная конференция. В исследовательском центре Microsoft собрались практически все люди, полностью расшифровавшие свой собственный, индивидуальный геном, чтобы обсудить настоящее и будущее генетических исследований. Для этих уникальных людей это последний шанс собраться вместе и обсудить самые свежие новости генетики. Уже в следующем году сотни и тысячи человек, расшифровав свой геном, присоединятся к этому своеобразному клубу первооткрывателей. А пока все они могут уместиться на небольшой сцене Microsoft-центра. Профессор генетики в Гарвардском университете Джордж Чорч, журналист и инвестор Эстер Дайсон и еще один ученый, которого на конференции ждали с особым трепетом. История современной генетики началась полвека назад, когда Джеймс Уотсон вместе со своим коллегой Фрэнсисом Криком сделал потрясающее открытие – спиралевидную структуру ДНК. 28 февраля 1953 года они вошли в кембриджский Иглспаб и с порога, не смущаясь, заявили – мы только что открыли секрет жизни. Сегодня Джеймс Уотсон, профессор, лауреат Нобелевской премии и один из самых известных в мире ученых, почетный гость Microsoft-центра. И, конечно, именно ему была оказана честь расшифровать свой геном одним из первых людей на Земле. Когда мы работали над структурой ДНК, мы хотели понять, как она работает, что такое генетический код и как информация о жизни записана в этой молекуле. Именно об этих вещах и шла речь. Мы не думали на 50 лет вперед и не могли себе представить, что кто-то, например, расшифрует мою ДНК. Тогда, в 1953-м, Уотсон и Крик предположили, что человеческая ДНК состоит из двух цепей нуклеотидов, закрученных по спирали и соединенных водородными связями. Нуклеотидами называются небольшие молекулы, отвечающие за энергетический и информационный внутриклеточный обмен. Именно их последовательность можно считать носителем генетической информации. Каждая пара как бы отвечает на вопрос «да» или «нет». Ген – это участок ДНК. Можно представить гены в виде генома, то есть физической совокупности всех генов, и условно вытянуть их все в виде одной молекулы. Ну, то есть подразумевается, что, конечно, это молекула ДНК, это двойная асимметричная спираль. Вот так ее можно попытаться нарисовать, как ее обычно на картинках изображают. Ну, мы ее вытянули, и ген – это какой-то участок этой ДНК. Количество генов у человека – это более-менее условная величина. Ну, сейчас это считается, там, одно время считалось 100 тысяч генов, потом это число стало уменьшаться. Сейчас, может быть, правильнее говорить, это где-то там между 20 тысяч и там 50 тысяч генов. Ну, допустим, 30 тысяч, примем условно, 30 тысяч генов у человека. Вот в этих генах закодирована вся информация о том, что организм, развивающий дом, превратится в человека. А если мы возьмем другого какого-нибудь, другой какой-нибудь организм, другого вида биологического, ну, вот наиболее близкого к нам, обезьяну, человекообразную, шимпанзе, примерно все то же самое, не только количественно, но и качественно, потому что порядка 98-99 процентов генов у нас будут одинаковые. Персональный геном Джеймса Уотсона был расшифрован в 2007 году, три года назад. Так что, кроме радости видеть плоды собственного открытия, он получил и возможность воспользоваться ими. Расшифровка способна принести пользу. И лично мне она принесла пользу. Например, в выборе более подходящих лекарств для нормализации давления. Я узнал, что если стану принимать антипсихотические средства, они, возможно, убьют меня, что я не очень хорошо перевариваю молоко и не могу есть, скажем, слишком много мороженого. И чем больше мы будем знать о работе генома, тем больше пользы будет приносить эта информация. Участники Бостонской конференции стали первыми, кто расшифровал свой геном. Но пока их жизнь от этого существенно не изменилась. Чтобы знание собственных генов стало по-настоящему полезным, необходимо понять не только, как располагаются гены, но и за что они отвечают. Дело в том, что когда говорят про расшифровку генома, на самом деле немножко злоупотребление метафорой. Потому что, ну, когда говорят, что там расшифрован геном Джеймса Уотсона, то это означает просто, что выписали последовательность нуклеотидов, которые этот геном составляют. Но про большую часть этого генома, вот что делают конкретные нуклеотиды или там конкретные участки генома, на самом деле про большую часть генома мы не знаем. Михаил Сергеевич Гельфанд занимается биоинформатикой. Наукой, которая как раз и пытается по-настоящему расшифровать геном. Он вводит данные о последовательности нуклеотидов в компьютер и пытается предсказать, за что же они отвечают. Иначе говоря, он смотрит не на буквы в нашем геноме, а на слова или даже целые предложения. И биоинформатика – это вот такой вот способ понять, что, собственно, записано в геноме, с использованием, так сказать, разных, там, вычислительных технологий. Но там, на самом деле, пафос не столько в использовании вычислительных технологий, сколько в некотором здравом смысле, и, так сказать, сравнение, там, большого количества разнородных данных. Почему-то не обязательно должны быть именно геномные последовательности. Это могут быть, там, массовые данные о белок-белковых взаимодействиях, это могут быть какие-то данные о том, кто кого регулирует в клетке. И этих данных просто стало настолько много, что уже рассматривать каждый маленький фактик по одному нет физической возможности. Вот. А если смотреть на все это сразу, то удается делать какие-то вполне внятные биологические, на самом деле, выводы. Вот так выглядит расшифровка, ну, или, правильно сказать, функциональная расшифровка генома человека, в данном случае этот человек Джордж Чорч. В этой части уже корреляция признаков внешности. Не внешности, а фенотипических признаков, в том числе признаков внешности, возможно, предрасположенности к наследственным заболеваниям или какие-то заболевания, если они есть. Всё это можно подчеркнуть вот из этой части. Наверное, это будет достаточной информацией для того, чтобы понять, о каком именно человеке идёт речь. И вот интересно на практике попытаться, можно ли решить такую задачу. Сможет ли доктор биологических наук Михаил Гельфанд, один из лучших в стране специалистов по биоинформатике, ориентируясь только на внешние признаки, угадать, чей геном он держит у себя в руках? Ну вот хороший набор вариантов, по которым можно пытаться что-то сказать. Значит, вот они прямо подряд идут на 11-й хромосоме. Светлые или коричневые волосы, ну то есть не чёрные, склонность к веснушкам, светлая кожа. Но тем самым всех брюнетов и всех темнокожих можно закрывать. Удастся ли отгадать, кому из изображённых на фотографиях людей принадлежит расшифрованный геном? Полная расшифровка генома человека стала, возможно, величайшим научным прорывом 21-го века. Но знание, полученное в результате этого проекта, остаётся неполным. Вот что делают конкретные нуклеотиды или там конкретные участки генома, на самом деле про большую часть генома мы не знаем. Достаточно ли продвинулась современная генетика, чтобы доктор биологических наук Михаил Гельфанд смог отгадать, кому принадлежит предложенный нами геном? И как на практике мы можем использовать знания о собственных генах? Главный признак – это, конечно, мужчина или женщина. Надо было с этого начинать. Есть пара половых хромосом, по которым просто можно узнать сразу, сходу. Значит, мужчина, поэтому женщин всех тоже закрываем. Риск поведения, значит, склонность к самоубийствам, очень маленькая. Повышенный интеллектуальный уровень. Голубые глаза, голубые глаза. Обычно карие глаза и опять голубые глаза. Но, значит, по большинству можно считать, что голубоглазый. Так, ну, давайте мы убьем вот этого, вот этого. Ну, вот осталось два человека. Значит, оба с более-менее рыжими волосами. Оба вроде бы с голубыми глазами, оба со светлой кожей. На самом деле угадывание фотографий по геному – это всего лишь игра, своеобразная демонстрация силы генетического знания. А истинная цель исследования генов – это изучение болезней и их причин. За время работы ученых над проектом «Геном человека» были найдены гены, отвечающие за десятки недугов. Прежде всего, это касается простых случаев, когда был обнаружен всего один сломанный ген. Для меня самая важная область применения ДНК – это поиск генов, отвечающих за рак. У нас уже были какие-то догадки, связанные с тем, что многие вирусы содержат в себе гены, которые провоцируют рак. Но для того, чтобы получить действительно ценное знание, необходимо было осуществить проект «Геном человека» и начать изучать отдельных больных. Все это имеет огромную ценность. Эта машина может экстрагировать ДНК из биологических объектов с большой скоростью. За два часа 96 образцов процессирует. Но это капля в море, если говорить о том, какая работа в целом должна быть сделана. То есть сотни, тысячи, десятки тысяч таких экспериментов и еще дополнительные исследования. И это если речь идет об одном каком-то признаке. Но признаки бывают моногенные, вызываемые одним геном, а бывают полигенные, когда в формировании его задействовано сразу множество генов. И наследственные заболевания тоже бывают моногенные, полигенные. И, конечно, изучать природу полигенных заболеваний, которые обусловлены нарушением одного гена в цепи многих или нескольких генов, конечно, очень сложно. От генетических болезней, большинство из которых полигенные, страдают миллионы людей на планете. Сын великого Джеймса Уотсона, например, болен шизофренией. Ученый не видит необходимости это скрывать. На сухом языке генетики это заболевание – еще один полигенный признак. Единую причину действительно серьезных полигенных заболеваний удается найти достаточно редко. Если мы говорим о психических расстройствах, вызванных поломкой в геноме, то в каждом случае это немножко другое заболевание. Иначе говоря, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. В декабре 2008 года английская газета Daily Mail объявила, что в Англии скоро родится первый генетически модифицированный ребенок. Его матерью должна была стать обычная 28-летняя англичанка. Но его отец был носителем гена, резко повышающего вероятность возникновения рака груди. От этого заболевания уже пострадала его мать, бабушка и сестра. Без вмешательства науки жертвой заболевания могла стать и его дочь. Была 50-процентная вероятность того, что у этой пары родится ребенок с таким дефектным геном, и это приведет к самым трагическим и непоговерным последствиям. Поэтому было решено сделать следующее, опираясь на достижения современной науки. Прибегнуть к искусственному оплодотворению. Для начала, с помощью химических препаратов, ученые повысили у будущей матери производительность яйцеклеток. Затем 15 яйцеклеток были извлечены и оплодотворены в пробирке. Через два дня каждый из 15 эмбрионов проанализировали, и оказалось, что двум из них болезненный ген не передался. Доктора ввели их обратно в утробу будущей матери, и через 9 месяцев у нее родился здоровый ребенок. Использование такой технологии – это фактически применение методов селекции на клеточном уровне. Но здесь мы вторгаемся в сферу этики. Вот отсюда эта палка от двух концов. То есть, с одной стороны, да, эта женщина сделала логичный шаг, казалось бы, используя те возможности прогресса технологического, которые сегодня у нас есть, так сказать, в руках. С другой стороны, ну вот вопрос этики, потому что я понимаю, куда это может нас всех завести, и мы все это понимаем, наверное, да, когда уже вот эти семейные ценности, да, семейные, там, желания супругов иметь детей и так далее, и так далее, начнут опираться в какие-то геномные исследования, в исследования предисположенности, вот в этот искусственный отбор правильных там яйцеклеток и так далее, и так далее. Возникает вопрос, таким образом мы, как бы что, подменяем эволюционный процесс или берем на себя функции эволюции? Это и так, и не так, потому что такие функции мы уже давно на себя берем. Есть естественный отбор, известно, вот, дарвиновский, а есть искусственный отбор, скажем, в животноводстве, в растениеводстве, в селекции. Представим, что мы имеем дело со стадом жирафов, живущих в саванне. Предположим, что рост каждого из них примерно 4 метра. В какой-то момент в результате случайных мутаций в одном из генов рождается особь ростом выше среднего, например, 4,20. Она получает конкурентное преимущество в борьбе за существование, и ее шансы на то, чтобы выжить и оставить потомство, резко возрастают. Оставив потомство, она передает свой сильный ген по наследству. Теперь у нас в популяции две или три особи ростом 4 метра 20 сантиметров. Они опять с большей вероятностью оставят потомство. Таким образом, рано или поздно, вся популяция подрастет до 4,20. Но на эволюцию одного признака могут уйти тысячи лет. Ближайшими предками человека являются люди верхнего палеолита, например, кроманьонцы, жившие на Земле около 30 тысяч лет назад. Для человечества это огромный срок, но генетическое время течет гораздо медленнее. Мы и люди Homo sapiens и верхнего палеолита вообще-то отличаться не должны. Но то, что наша ДНК и древнего sapiens и ДНК вероятно идентичны, это факт. Устранение английскими родителями вредоносного ракового гена уже почти искусственная эволюция. Вооружившись знанием о генах, человек мог бы справляться с отбором признаков не хуже природы и уж наверняка быстрее и точнее. Если у нас есть возможность сделать жизнь ребенка лучше, мы обязаны этим воспользоваться. Все мы продукты эволюции. Я не верю ни в какого бога или что-то в этом роде. Ведь эволюция не заботится о выживании всех. Она лишь заботится о выживании сильнейших. В естественном отборе очень много неудачников. Природа не заботится о неудачниках. О них должен позаботиться человек. Мы не убиваем больного ребенка, мы пытаемся помочь ему. Несмотря на то, что английская пара, безусловно, выиграла от вмешательства науки, позиция доктора Уотсона совсем не так очевидна, как может показаться на первый взгляд. Если бы не было искусственного оплодотворения, то, наверное, у дочери, которая родилась бы от этого брака, был какой-то шанс не заболеть. Это первый аспект. Второй аспект. Если бы мы знали об этом, то в период полового созревания этой девочки за ней был бы установлен чинжевский контроль, и на раннем этапе выявления брак был бы просто вылечен. Третий аспект. То, что вы говорите, я боюсь, находится в сфере, я бы сказал, религиозно-правовых норм. Потому что вмешаться в Божий промысел – это вопрос моей веры, вашей веры, веры того, кто сейчас нас слушает. Я бы не рискнул, например. Многих беспокоит то, куда новая генетическая технология может нас завести. Если сегодня мы устраняем ген, отвечающий за рак, не станем ли мы завтра устранять тот, что отвечает за необычный разрез глаз или форму носа? Иногда люди говорят, стоит ли генетически изменять женщин, чтобы они лучше выглядели? Я говорю, конечно, да. Уже сегодня, благодаря нашим знаниям о генах и технологии искусственного оплодотворения, мы можем избавить нашего ребенка практически от любого признака. Конечно, эта возможность ставит перед человеком серьезные нравственные вопросы, но в случае английской пары вмешательство науки в замыслы генетического проведения кажется как нельзя оправданным. Если у нас есть возможность сделать жизнь ребенка лучше, мы обязаны это сделать. Открытие Уотсона и Крика, двойная спираль ДНК. Открытие понимания того, как устроен механизм передачи наследственной информации, как организмы воспроизводят в себе подобных, передавая им те признаки, которые узнаваемы, родительские признаки, узнаваемые в потомстве. Это, конечно, величайшее открытие в истории фундаментальной науки. Конечно, прошло несколько десятков лет, после того, как Уотсон и Крик сделали это свое открытие, когда практически стало возможно использовать вот это знание. Джордж Чорч, профессор Гарварда и MIT, занимается внедрением генетических технологий в повседневную жизнь. Именно он является главой Personal Genome Project. Цель этого проекта – расшифровать более 100 тысяч индивидуальных геномов. Генетическая информация уже сегодня широко используется в самых разных областях. В медицине, конечно, в области воспроизведения потомства или при усыновлении. В криминалистике, например, для идентификации преступников. В генеалогии. Очень многие хотят знать своих предков. Но кроме решения насущных проблем и удовлетворения любопытства, генетика может помочь и в совершении крупных исторических открытий. Вот еще показательный случай, касающийся известного астронома Николая Коперника. Несколько лет назад, по-моему, в 2005 году, в одном из монастырей в Польше, были найдены человеческие останки. Это было то место, где, как известно, служил Николай Коперник. И один из скелетов мог ему принадлежать, по заключению экспертов, оценивающих признаки внешние. То есть полрасовую принадлежность, возможно, возраст. Характерно то, что мог принадлежать, это еще не значит, что вот это останки Николая Коперника. И представляло, конечно, большой интерес установить, ему ли принадлежат эти останки. Как это сделать, было неясно, потому что ведь экспертиза должна основываться на сравнении каких-то признаков, каких-то характерных черт, если мы говорим об идентификации человека, значит, этого человека и тех объектов, которые мы хотим идентифицировать. Но помог случай, потому что в библиотеке в Швеции уже, в Упселе, в университете, был найден экземпляр атласа звездного мира, мне бы, если я не ошибаюсь, которым документированно пользовался Николай Коперник. Было известно, что он просто этот атлас владел им много лет. И вот интересно, что среди страниц этого атласа были найдены два волоса. Были основания полагать, что эти волосы могли упасть с головы Николая Коперника. Сопоставив ДНК, полученную из этой клетки луковицы, с ДНК, взятой из фромборгского черепа, ученые получили удивительный результат. Последовательность нуклеотидных пар полностью совпала. Тайна Коперника была раскрыта. Но польские ученые на этом не остановились. С помощью криминалистов они восстановили внешность Коперника, а с помощью анализа ДНК – некоторые невосполнимые детали, такие как цвет глаз. Оказалось, что Коперник с высокой вероятностью был голубоглазым. Вокулярно-генетическая экспертиза, где эти методы находят наибольшее применение, если брать область криминалистики судебной науки, это, конечно, идентификация личности, идентификация человека. Доктор Лоренс Кобелинский – признанный специалист в области генетической экспертизы и член Американской Академии судебных наук. Новые технологии изучения улик появились не так давно, буквально на его памяти. Появление ДНК-экспертизы стало причиной настоящей революции в судмедэкспертизе, потому что, по сути, она перевешивает любые другие формы доказательства. Например, если результаты стоматологического анализа отпечатков зубов указывают в одну сторону, а ДНК-экспертиза – в другую, и судья и присяжные всегда скорее поверят генетическому анализу. Ну, есть и совсем экзотические примеры. Можно вспомнить случай, когда было доказано, что заложник, человек, похищенный, содержался в определенном помещении, потому что это помещение было закрыто, замкнуто, и после того, как в него проникли специальные силы, людей там не было обнаружено в тот момент, но был пойман комар или москит, который в этом помещении жил, и насосавшийся кровью. И вот удалось проанализировать эту кровь, она оказалась человеческой, там в брюшке у этого комара еще не переварилась, и ДНК сохранилось, были установлены признаки того человека, от которого этот комар насосался кровью. И впоследствии, сравнивая эти признаки, значит, с похищенным, было установлено, что вот он именно в этом месте как раз и содержался, то есть фактически были идентифицированы следы этого человека в комаре. Сравнив ДНК заключенного с образцами генома, найденного на месте преступления, сегодня можно точно установить, действительно ли подозреваемый является преступником или следствие пошло по ложному пути. У каждого из нас свой геном, а потому совпасть образцы могут только в том случае, если они принадлежали одному и тому же человеку. Процедура опознания привела к множеству несправедливых приговоров. Невероятно, но статистика показывает, что в 77% ситуаций, когда человек наблюдает преступление, он ошибается на опознании. У нас был случай, когда речь шла об изнасиловании. Вы понимаете, это означает, что женщина смотрела в глаза преступнику несколько минут. На опознании она указала на человека, но в результате генетического анализа было установлено, что этот человек не мог быть преступником. Она, конечно, была в шоке, но признала свою неправоту. На Западе генетическая экспертиза – обычное дело при расследовании тяжких преступлений. Но еще 20 лет назад ее применение было недоступно. В результате в тюрьме зачастую оказывались люди, обвинение которых строилось на крайне слабых уликах. В Америке существует такая программа, она называется Innocent Project. Направлена она на то, чтобы пересмотреть, уточнить результаты расследования дел, которые были завершены до эпохи ДНК. И в частности, есть случаи, когда приговор был вынесен неправильно. Именно такая история произошла с нашим следующим героем. Рэймонд Таулер кажется обычным американцем. Он весел, любит баскетбол и поддерживает Барака Обаму. Но последние 29 лет Рэймонд провел в одиночной камере тюрьмы Огайо, отбывая срок за преступление, которого он никогда не совершал. Судебная медицина – одна из основных областей применения генетическо-молекулярной экспертизы. ДНК-анализ активно применяют в криминалистике, что позволяет не только осуждать виновных, но и оправдывать невиновных. Есть случаи, когда приговор был вынесен неправильно. История одного человека, ставшего жертвой судебной ошибки и спасенного благодаря ДНК, стала известна совсем недавно – в мае 2010 года. 24 мая 1981 года Рэймонд Таулер ехал с работы в своей машине, когда его остановила дорожная полиция. Поводом для этого послужило обычное правонарушение. Полицейский выписал ему небольшой штраф, сделал фотографию и даже не стал задерживать. Но, как потом узнал Таулер, невключенный поворотник или небольшое превышение скорости иногда может стоить человеку дороже любого штрафа. Оказалось, что неподалеку от того места, где остановили нашего героя, примерно в это же время было совершено нападение на молодую девушку. Следователи решили, что преступником является именно Таулер. Он был обвинен в похищении и изнасиловании и приговорен к пожизненному заключению. Теперь шансы Таулера снова встретиться со своей семьей держались в буквальном смысле на волоске. Когда меня осудили, одной из улик был волос. Они нашли волос и считали, что он должен принадлежать чернокожему человеку. Но технологии были тогда на таком уровне, что все, что они могли сделать, это просто рассмотреть его. И все. И вот я все время думал, что должны ведь ученые когда-нибудь научиться делать что-то еще с этим волосом. Мы уже знаем, как много может значить один голос, когда речь идет о ДНК-экспертизе. В 2004 году об этом от одного из других заключенных узнал и сам Таулер. Он связался с отделением проекта «Невиновность» в Агайо, которое сразу же взялось за его дело. Юристы проекта организовали генетическую экспертизу и получили долгожданное подтверждение непричастности Таулера к преступлению. 5 мая 2010 года Реймонд Таулер был официально объявлен «невиновным» и отпущен на свободу. Генетическая экспертиза полностью перевернула его жизнь. Я стал гораздо лучше есть. Это уж точно. Наверное, это одна из основных вещей. Я могу на завтрак взять, например, клубники. Просто невероятно. Другая вещь, конечно, технологии. Мой приятель достал мне мобильный телефон, и я вовсю учусь отсылать СМСки, писать электронные письма. Сегодня мир настолько технологичен, что мне предстоит выучить ужасно много вещей. Это как будто я снова пошел в школу. Но я счастливый школьник и буду учиться хорошо. Сегодня Реймонд Таулер учится жить современной жизнью. Но, может быть, поучиться этому не мешает и нам с вами? Друг Раймонда Таулера, Роберт Маклендон, был освобожден благодаря генетической экспертизе уже в 2008 году. Но он никогда не забудет о 18-ти годах, проведенных за решеткой. Если у меня правильная информация, США и Россия – это страны-лидеры по количеству заключенных. И когда в тюрьмах сидит такое количество человек, среди них обязательно окажутся невиновны. И я не знаю, есть ли в России что-то вроде проекта «Невиновность», но если нет, я думаю, имеет смысл его организовать, потому что это действительно помогает освобождать людей. А свобода – самое ценное, что у нас есть. В России такой программы пока нет, но есть примеры, когда просто из-за того, что следствие тянется достаточно долго, первые результаты, полученные когда-то в начале, протестовываются последующими экспертизами, которые выполнены на более высоком уровне, в частности, с помощью применения методов анализа ДНК. Организации, подобные «Инносенс Проджект», способны помогать отдельным осужденным, но не могут решить проблему в целом. Но есть способы и предотвратить несправедливый приговор. Так считает Марк Готси, глава одного из отделений «Инносенс Проджект», человек, который немало сделал для освобождения Реймонда Таулера и Роберта Маклендона. В США существует электронная база с огромным количеством геномов. Она называется КОДИС. Мы можем взять образец с места преступления, ввести его в базу и узнать, кто является преступником. Эта технология, разумеется, сильно сокращает количество несправедливых приговоров, потому что мы сразу знаем, кто настоящий преступник, и нам не нужно полагаться на ненадежные показания свидетелей и методы опознания. В России не только разрабатываются проекты генетической паспортизации населения, но и принят закон о государственной геномной регистрации. Вот генетический паспорт, какую форму он может иметь, это не всегда в привычной нам форме. Это может быть, скажем, набор каких-то электронных файлов или сведения на специальных носителях, которые человеку и не кажутся паспортом. Но может быть и вот такая форма. Мы вот сделали модель такую для того, чтобы можно было просто иметь представление, какой может быть генетический паспорт. Вот данные, которые получены для некоего обследуемого человека, паспортизируемого. Вот те сведения, которые, собственно, являются, обладают идентификационной значимостью. Вот эти цифры мелкие как раз их характеризуют, этого человека. И какие-то особые отметки, то есть, по сути, выводы, что, например, можно с этими сведениями делать. Для идентификации личности достаточно малой части генома. Чтобы обзавестись паспортом, каждому из нас придется предоставить властям образец всей молекулы ДНК. При этом профессор Уотсон считает, что полностью расшифровать свой геном уже через 3-4 года можно будет всего за 1000 долларов. Поэтому многие ученые опасаются, что если в будущем полная генетическая информация о каждом из нас будет храниться у государства, это может привести и к нарушениям прав человека. Вторая сторона этого дела – это то, что база данных этих паспортов будет немедленно продаваться на митинском радиорынке. Значит, опять-таки, там в какой-нибудь другой стране я бы про это еще задумался. Речь идет не только о мошенничестве или нарушении права на частную жизнь. Есть и вероятность тотального контроля со стороны государства. И все же первооткрыватель ДНК Джеймс Уотсон не думает, что его открытие несет человечеству какие-то реальные угрозы. Если глава государства хочет узнать информацию о каком-то человеке, и у него есть в распоряжении полицейский аппарат, он всегда может это сделать. Но большинство людей это не затронет, потому что, если говорить откровенно, никому нет никакого дела до вашего генома. Счет тех, кто сталкивался в жизни с частичной ДНК-экспертизой, уже ведется на десятки тысяч. А в ближайшем будущем каждый человек на Земле будет знать, что записано в его ДНК. Это будет так же естественно, как знать свой рост или вес. Но что если среди множества новых фактов о себе человек узнает и то, о чем не хотел бы даже догадываться? Молекулярно-генетическая экспертиза иногда позволяет установить невиновность и освободить человека, проведшего за решеткой десятки лет. Ученые надеются, что в будущем повысить эффективность приговоров смогут так называемые генетические паспорта. Они не будут содержать полную генетическую информацию о человеке. Тем не менее, информация о собственном геноме скоро будет доступна каждому из нас. Захотим ли мы узнать то, что у нас на роду написано? В чьих руках должна находиться эта информация? Безусловно, каждый должен иметь право самостоятельно распоряжаться ею и доверять ее тем, кто может адекватно ее интерпретировать. Но прежде чем получить эту информацию, нужно обучать каждого тому, как с ней обращаться. Это возможно сделать за счет разработки соответствующего программного обеспечения. У расшифровки собственного генома есть множество рисков и преимуществ, и каждый должен осознать их прежде, чем отдавать себя в руки врачам. Риски в расшифровке генома настолько существенны, что даже те, кто как Джордж Чорч работают в авангарде генетических исследований, не готовы принимать решения за своих близких. Джордж всегда хотел узнать что-то о своем геноме, но он всегда верил в право каждого самостоятельно делать подобный выбор. Он никогда не оказывал никакого давления ни на меня, ни на нашу дочь. Поэтому мы решили пока не нарушать право нашей дочери на частную жизнь. И нужно учитывать, что генетика развивается, молекулярная биология развивается, уже открыты, и будут еще открыты новые гены, которые ответственны за формирование тех или иных черт характера, за индивидуальные особенности человека и за его какие-то наследственные заболевания. И это все может оказать влияние на его частную жизнь, на, возможно, проявление дискриминации в обществе. Это надо учитывать. Если генетическая информация станет общедоступной, это может привести к самым невероятным последствиям. Даже ваш работодатель при приеме на работу будет спрашивать у вас не CV, а образец ДНК. Когда речь зайдет о геномных данных, об индивидуальной информации, имеющей отношение к здоровью того или иного человека, к возможности иметь потомство и так далее, и так далее, должна быть защищена там десятикратно. Потому что есть опасность какой-то сегрегации в самых разных отношениях, начиная с проблем в личной жизни, окончая проблемами, там, устройства на работу и так далее, и так далее. Около пятнадцати лет назад проблема защиты персональных данных и так называемой генетической дискриминации встала на Западе достаточно остро. Это случилось благодаря действиям страховых компаний. В одном случае совершенно здоровому мальчику отказали в страховке только потому, что у него обнаружили ген, повышающий вероятность проблем с сердцем, а во многих других на основании генетической информации завышали размер страховых взносов. Если мы говорим про страховое дело, то это некоторая, конечно, подмена понятий. Потому что страховое дело – это какое-то равномерное распределение рисков, о которых ничего не известно. Это как бы идеология страхового дела в этом состоит. Если теперь оказывается, что страховая компания на самом деле заранее все знает, то это немножко жульничество, это такой туз в рукаве. Если человек должен платить за свой полюс или его работодатель должен платить за него больше страховой компании, чем за соседнего, то, конечно, возникает соблазн этого человека на работу не брать, а брать другого. Как от этого защититься, я не знаю. Я думаю, что самый верный способ – это, конечно, не давать работодателю доступа к такого роду сведения. Неудивительно, что к концу 90-х в США набрала обороты компания по ограничению генетической дискриминации. Она увенчалась подписанием в 2008 году «Genetic Information No Discrimination Act», во многом запрещающим дискриминацию по генетическому признаку. Насколько российские потребители защищены от подобной угрозы? Зная, как проходят законодательные акты через Думу, могу предположить, что в ближайшие десятилетия вряд ли появится в России нормативный акт, касающийся страхования, в котором бы каким-либо образом рассматривалась бы генетическая информация. И все же, чего больше в бурном развитии генетики, которое происходит на наших глазах? Скрытых угроз или обещаний счастья? Что нам дают генетические технологии современные? Ну, дают они нам много пользы. Мы можем изменять направленно, скажем, нашу хозяйственную продукцию, животных, можем лечить людей, понимать, что конкретному человеку хорошо, а что такое же, другому плохо, и избирательно подбирать диеты, лекарства, что угодно. Это все понятно. Есть генотерапия, которая позволяет даже исправлять наследственные дефекты, казалось бы, неисправимые. В интернете не так давно появилось сообщение, появился сайт знакомств, который исходит из того, что партнеры побирают друг друга, исходя из своих геномов. Итак, для начала необходимо прислать образец ДНК, и, если все пойдет хорошо, вам помогут найти идеальную возлюбленную. Согласно авторам этого сайта, вероятность измены со стороны партнера, найденного здесь, значительно понижается. Понятно, что речь идет не только и не столько, опять же, о возможных наследственных заболеваниях у потомства. Речь идет именно о темпераментах, о характерах, о манере поведения, что обливается в итоге во взаимоотношениях между людьми и так далее. Мне кажется, что появление такого сайта – это вещь очень дипломатичная. Она сильно опережает время. Понятно, что сегодня ничего такого мы сделать не можем. Она одновременно показывает нам, куда мы можем зайти. Хорошо это или плохо, я не знаю. Ну, вообще-то лучше не жениться на человеке, с которым у вас, скажем, 25% шансов иметь больных детей. Если вы встретили женщину, и вы носите похожие гены, которые в сумме могут дать тяжелое заболевание, наверное, вы оба подумаете, ладно, найду кого-нибудь еще. Любовь – это хорошо, но любовь приходит и уходит. А такие проблемы останутся с вами на всю жизнь. То, что многие из наших болезней предначертаны в нашем геноме, известно довольно давно. Загадкой для ученых остается вопрос, насколько гены влияют не только на физическое состояние человека, но и на его социальное поведение. Большинство родителей согласятся, что характер ребенка мало зависит от среды. Они с ним рождаются. Поэтому в том, что касается склада личности, он сильно зависит от генов. Да. Еще в конце 19 века итальянский криминалист Чезаро Ламброзо предположил, что склонность к преступлению всего лишь наследуемый признак. Таким образом, преступника можно узнать еще в детстве по определенным атовизмам – внешним признакам, которые видны невооруженным взглядом. Теория Ламброзо – это, пожалуй, такая тупиковая ветвь в значительной степени, благодаря тому, что отсутствовала доказательная база, серьезная, чтобы действительно увязать черты внешности, признаки внешности с теми или иными преступными наклонностями. Это ответвление физиогномики, очень модной в 19 веке. Но сейчас с развитием генетики, может быть, надо к этому относиться немного более внимательно, потому что, конечно, не форма носа или высота скул или заостренность этого носа определяют преступные наклонности человека. Но какие-то другие генетические признаки вполне могут с этим сочетаться. Ну и надо сказать, что вообще уже известны примеры генов, так называемых генов агрессии, которые действительно ответственны за то или иное антисоциальное поведение человека. Но если такая связь между генами и злодейством действительно существует, значит, преступление совершает не человек, а его геном. Можно ли это считать смягчающим обстоятельством в судебном разбирательстве? Если вопрос состоит в том, рождаются ли некоторые люди заведомо плохими, вероятно. В том самом смысле, что у них нет чувства нравственности. Причинение вреда другим никак на них не влияет. Такие люди есть, и мы называем их злыми. Что делать с этими злыми делами? Ну, это зависит от формы общественного устройства, от того, богаты они или бедны. Что делать с жадными банкирами из Goldman Sachs? Ведь есть люди, которые работают из любви к деньгам, но делают, тем не менее, очень полезные вещи. Джеймс Уотсон допускает мысль о том, что ген зла существует, и эта мысль не может не пугать. Ведь ученый, нашедший этот самый корень зла, получит, наверное, самое опасное знание из всех возможных. Но понятно, что медаль всегда имеет две стороны, и есть оборотная сторона медали, пусть даже теоретически, могут быть и такие области применения, которые не будут направлены на счастье человечества или конкретного человека. И это тоже понятно, как это может быть. Если мы можем с помощью генотерапевтических процедур ввести что-то полезное для человека, можно ввести что-то и то, что будет не столь полезно для этого человека, сколько для того, кто это все придумал и ввел, скажем, какие-то элементы, приводящие к формированию определенных черт личности, удобных, например, для управления, или наоборот, такие как агрессия повышенная, бесстрашие. Я, конечно, фантазирую, но на уровне идеи понятно, что может быть. Предсказание пути, которым будет развиваться генетика – широкое пространство для фантазий. Пожалуй, даже слишком широкое. Расшифровав свой геном, человек замахнулся на знания, спрятанное глубоко в нем самом. Вы знаете, среди высокообразованных людей существует убеждение, что знание помогает нам в жизни, а не наоборот. Мне кажется, нельзя знать слишком много. Чем больше мы знаем, тем лучше мы контролируем жизнь. Проект «Геном человека» сделал действительно очень много. Например, для улучшения диагностики и лечения рака. Что-то было известно и до него. Но только полная расшифровка генома и изучение отдельных больных позволяет нам понять механизмы возникновения заболевания. Все это имеет гигантскую ценность, которая в будущем будет только возрастать. Так считает Джеймс Уотсон, который открыл спиралевидную структуру молекулы ДНК, а вы разбирайтесь и решайте сами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова